Добрый вечер, дорогие якутяне! Снова в эфире обновленная темная студия, программа «Один из нас». И сегодня мы будем рассматривать, я считаю, очень даже важный вопрос, я даже придумал собственный термин – бесплатизация государственных СМИ. И об этом, и, надеюсь, не только, мы сегодня поговорим с нашей сегодняшней компетентной и внушительной аудиторией. Мы начинаем. Информация, скажем так, не новая, информация обсуждается, горячо обсуждается некоторыми товарищами. И аспектов данного вопроса не количество. Все-таки, по моему личному мнению, профессия журналиста – это такая же, как художник и так далее. И так далее. Журналист должен всегда получать гонорар. Если будет, скажем так, бесплатная основа, ну, можно сказать, принять какую-то некую материальную составляющую профессию журналиста. С другой стороны, век 21-й, у нас эпоха жестокой конкуренции. Не спят электронные СМИ, не спят самоорганизованные, скажем, группы товарищей, которые посредством мессенджеров и так далее, и так далее, организуют свою собственную информационную сеть. И как в этих условиях выдерживать, выживать, можно сказать, в государственной СМИ? Ну, выживать, наверное, это не то слово, Кирилл. Все-таки государственная СМИ-то сейчас нормально существует. Государственная СМИ развивается сейчас на новом этапе, и у нас не стоит, это не главная задача – выдерживать конкуренцию. Наша главная задача – обеспечить конституционное право граждан на получение информации. У нас с этим достаточно серьезные проблемы в республике, учитывая и большие расстояния, и то, что по последней информации свыше почти 400 населенных пунктов республики еще не охвачены интернетом. Соответственно, туда должны каким-то образом попадать бумажные СМИ. И то, что в основном средства массовой информации толкутся вот на этой площадке в городе Якутске, это всех касается. Это касается и печатных СМИ по большей части, за исключением, скажем, газеты Кым и наших изданий, и интернет-СМИ, чья аудитория в основном находится в пределах города Якутска, как наиболее интернетизированной площадкой. Поэтому было принято решение за счет оптимизации расходов внутри нашего государственного холдинга, за счет сокращения количества выходов наших изданий. Мы сейчас выходим по вторникам, четвергам и пятницам, то есть газеты Якутии Сахасеры выходят три раза в неделю. Ну, было же каждодневно. Еще три года назад мы выходили пять раз в неделю. То есть, в принципе, это плановый и плавный и постепенный переход от ежедневной газеты, которая себя, ну, и жила, я считаю, еще лет пять назад, к еженедельнику. С 1 января 2017 года обе наши газеты будут выходить один раз в неделю. Но большими тиражами мы планируем достичь максимального охвата аудитории, чтобы реализовать конституционное браво граждан на получение информации. А что касается вопроса, почему бесплатно, ну, смотрите, ведь... Нет, давай, пока мы не перешли, скажем так, к бесплатизации, да, то есть ты, как руководитель, считаешь, что слова профессора Преображенского о том, что каждое утро я должен получать, скажем, информацию в печатном виде, они немножко изжили себя еще в 20 веке, и печатные СМИ в данном конкретном случае могут выступать как некий дайджест, да, всей той нефильтрованной информации, которая поступает по электронным каналам. Еженедельные печатные СМИ, это, они должны содержать компетентную, релевантную, адекватную, экспертную информацию, это должен быть, ну, если угодно, не дайджест, я бы сказал, что это должен быть еженедельный альманах событий, правильным образом интерпретированных и поданных наиболее удобно, то есть современным способом, с цифрами, с инфографикой, с комментариями и специалистов, и людей, которые так или иначе на эту тему будут разговаривать. Поэтому о большие тиражи государственных газет, которые мы планируем с следующего года запустить, это трибуна и для чиновников правительства, и для общественности, с другой стороны. То есть мы здесь будем выполнять ту ключевую функцию медиа, модератора или посредника между, с одной стороны, государством и государственных конститутов, с другой стороны, общества и общественных конститутов. Я думаю, что наши газеты, как вот сейчас газета любая, как вот канал доставки новостей, жила себя давно. Но мы сейчас до этого года все-таки вот это выпускали, но с будущего года мы планируем уже от этого уйти, и все новости наши будут публиковаться в наших интернет-площадках. Это будет Эдель Сасру, Ясияру и, конечно, Сахаселяру. А вот как ты сейчас выразился, вот наша, как дайжест и как самое интересное вот этих, из нашего сайта, выжимки, ну и такие вот были как справочные материалы будут помещаться в нашу газету и доставляться в УЛУСы. Почему так? Потому что я вот много-много езжу по УЛУСам и вижу, что газеты доходят до УЛУСов где-то 3-7 дней, а то и 10 дней. И как бы там новости, которые вышли в Сахалайфе, Якутийнфо, ИСИА, я которую как бы там уже устаревший вариант, и люди уже там все прочитали, давно прочитали, как бы им интересно. Это очевидно. Газеты это не про новости теперь. На самом деле Сахамедия отделы новостей в своих печатных изданиях сократила еще 3 года назад. И людей мы перевели в Единую информационную службу новостей с сайта Ясия. То есть у нас отделов новостей в газетах уже давно нет. Потому что и новостей в газетах практически нет. Потому что новости в газетах это в лучшем случае новости вчера, а человеку нужны новости сейчас. То есть лошадь отделалась легким испугом, это уже не про нас, да? Ну, в общем-то, я думаю, да. Метафора интересная. Нет, у меня такой вопрос. Улусная газета этот процесс бесплатизации затрагивает? Ну, улусная газета не входит в состав Сахамедия, поэтому это вопрос немножко к другому ведомству, к нашему министерству, который курирует сейчас, курирует районки. Ну, там тоже надо, наверное, наводить порядок, надо проводить реформы, надо обратить внимание, как они развиваются, эти районки. Газета, она выпускалась пять раз в неделю, потом чуть меньше, но в итоге не нашла отклик. Сами уже говорите, что она устарела в таком формате. А вот в раз в неделю она вдруг почему-то станет популярна. Нет, почему? Мы существенным образом модернизировали наши газеты. Если вы помните, что было 2012 год и 2016 год, это две больших разницы. Это были, пять лет назад это были советские газеты о второго формата, со сводками с полей, так сказать, да, с победными реляциями и прочее, прочее. Да, сейчас это скорее дискуссионные площадки, да, посмотрите на вторничные наши выпуски, на четверговую толстушку. То есть газеты, государственные газеты претерпевают изменения, иначе их просто бы не было. Что сейчас принципиально меняется? Меняется канал доставки. То есть вот с тиражами, скажем, 8, 10, 12 тысяч, любая из газет сейчас, она оказывается заведомо неконкурентоспособной. То есть у нее есть какая-то определенная аудитория, да. С тиражом 70-100 тысяч конкурентоспособной. С тиражом 70-100 тысяч мы достигаем охвата аудитории, и мы даем человеку возможность выбора, возможность получения информации. Чем Сахамедия заслужила такую привилегию, вот эти газеты свои, оплачивать им доставку с бюджета? Другие издания тоже могли бы получить такую поддержку? Ну, вы знаете, государство, российское государство всегда будет иметь свои государственные средства массовой информации. Почему вот они вдруг стали писать? И на федеральном уровне, и на региональных уровнях для государства принципиально и критически важна информационная политика. А если есть в другом регионе вот такая практика, почему-то одним оплачивают доставку, а другим не оплачивают? Хотя вроде бы, где у них на лбу написано, что они государства? У всех регистрации есть. Есть субъекты федерации, есть газета «Вечерняя Москва», которая выходит тиражом в районе миллиона экземпляров. И это очень хорошая, качественная средняя газета. Это все то же самое, что удивляться, почему есть государственные школы и больницы. Она бесплатно раздается, «Вечерняя Москва». Они же есть? Она бесплатно раздается, да. Государство всегда претендовало на некие социальные функции, то есть здравоохранение, образование и так далее. Если честно, выслушай меня. Вы сами разрешили перебивать? Окей, перебиваем. Нет, не модератора, друг друга можно. Еще раз говорю. Некими социальными функциями государство всегда оперировало и оперирует. Право на информацию, это тоже входит в социальные функции, я так думаю. А какая разница, кого назначить, кто будет Почтовен Печкиным, грубо говоря? Нет, ну смотрите. Конкурс на назначение, у государства есть бесплатные школы, да, и есть частные платные школы, есть бесплатная медицина, и есть частное медицинское учреждение. Другое дело, вы говорили о том, что вот эти люди платят налоги, да, как бы они эту газету уже купили, поскольку она государственная, да? Поэтому вы должны получить ее бесплатно, потому что она уже плачена. Ну давайте тогда молоко бесплатно раздавать, потому что ее субсидирует опять же государство. Я вам сказал про медицину, про здравоохранение. Какая разница? Молоко это питание. Молоко это питание. Ну и что, люди имеют право на питание, как информационное, так и белковое. Например, фонда развития гражданского общества, там написано, что с 2020 по 2030 год бумажные средства массовой информации исчезнут как вид. Поэтому они должны стать бесплатными. То есть это в русле неких тенденций, общемировых, подчеркиваю. Дальше. Если посмотреть сайты, которые рекламируют, ну занимаются рекламой, то здесь указаны тиражи определенные. Вот 40 тысяч реклама, бизнес якутска, РБ вторник 40 тысяч. Вот, да, есть, соответственно, суть в чем? Всегда вот эти священные войны начинаются с экономики. Помните средние века? Новое время, реформация религиозная и так далее. Люди не хотели платить налог Риму и ушли, вот у них появились протестанты и так далее. Тут то же самое. Фактически рынок рекламы монополизирован частными вот этими структурами газетными. Туда вторгается мощное государство, и это вызывает противоречие. Людей плохих нет, есть плохие отношения. Да, процитирую свое научное руководителя. Нет плохих отношений, есть неподеленные ресурсы. Вот вместе и договорились. Может за счет той части, которую вы налог платите, вам просубсидируют, если вы платите налоги. Да, к примеру. Или вы за счет рекламных бюджетов, если вам пойдет рекламодатель. Это в поле чистой экономики, да, Василий Владимирович? Да, это в поле чистой экономики. Люди делят деньги, и все на этом хорошо. Это не конкурентное отношение. Ну вот у нас здесь... В общем уважении к этому экономическому взгляду. Мне бы хотелось, знаете, что сказать, обратить ваше внимание на то, что есть у нас сахоязычная пресса, да, которая переживает не очень хорошие времена, как во всем мире и все миноритарные языки малочисленных народов. И при этой ситуации, когда одна из игроков на этом рынке получает такие конкурентные хорошие преимущества, остальные СМИ могут, ну грубо говоря, слиться через определенное время. И мы же не знаем, какое время и каким образом будет это дело финансироваться. Допустим, сейчас первые годы, может быть, вот этот холдинг будет очень хорошо финансироваться, и огромные тиражи будут на всю республику волнами идти, и в это время наши другие игроки частные, может быть, другие государственные, муниципальные газеты захиреют. И не получим ли мы в итоге склопывание вот этой сахоязычной прессы вообще? Ну, у нас из сахоязычной прессы реально на рынке представлены две газеты, то есть у которых есть более-менее аудитория. Это газета Кым, частное издание, да, и газета СМИ. Есть районка, районка финансируется из... Я не говорю о финансировании, я говорю о том, во-первых, о... О явлении как таковом. Если человек получает бесплатную газету, зачем он будет подписываться? Значит, смотрите, вот Василий правильно сказал, да, есть определенные... Кирилл, давай мы продолжим мысль сразу после рекламной паузы, которая неизбежна. Я предупреждал, что я буду перебивать реклама на канале НВК Саха, вот прямо сейчас, на самом интересном месте. Интернет развратил, такие фразы звучат у нас прямо в меж, скажем так, межблочных обсуждениях. И мы прервали Кирилла Викторовича на самом интересном. О поддержке сахоязычной прессы. Вот смотрите, у нас, по сути дела, есть только два более-менее крупных издания. Это газета Сахай-Сюре и газета Кым на рынке. Ну, если не считать районки. Районки напрямую финансируются из республиканского бюджета. В интернете чего-то более-менее достойного на якутском языке информационных ресурсов сейчас нет. То есть один из пунктов нашей стратегии развития Саха-Медиа, это открытие сайта edersas.ru, да, информационного такого сайта для более-менее молодой аудитории, от 18, скажем, до 40-45 лет. И открытие сайта Саха-Сюре, то есть на базе сайта Саха-Сюре, который сейчас есть. То есть мы собираемся развивать эти направления для саха-язычной аудитории, потому что понимаем, что это очень важно. И, соответственно, мы делаем более-менее серьезные тиражи у нашей саха-язычной газеты Саха-Сюре для того, чтобы обеспечить право граждан на получение информации на своем родном языке. Да, вы начинали саха-медиа, когда создавалась, это два года назад было, да, или три года назад? Уже четыре в ней были. Ага, уже четыре года назад, когда Кирилла назначили, я, кстати, проиграла ящик шампанского одному известному журналисту, я сказала, у Кирилла все получится, он сделает государственные газеты конкурентоспособными. И когда прозвучало, что они будут бесплатные, мне сказали, ну все, проиграла, гони шампанское, да. Посмотрите, вы смотрите, с точки зрения экономики прозвучало, с точки зрения государства, которое хочет давать информацию потребителям, да. А вы посмотрите, давайте посмотрим, у всех тут почти журналистов, с точки зрения этики журналистов, да. Вот у нас последние сколько, 25, сколько-то лет, да, в общем, с тех пор, как появилась свобода слова, появился частный бизнес, есть государственные СМИ и есть независимые СМИ, ну частные СМИ, да, с долей государственных. Я бы не сказал независимые, есть частные. И между ними, а давайте джентльмены, я скажу, да, и между ними идет какая-то незатухающая, при этом мы можем прекрасно общаться как личности, да, но идет конкуренция, да. Государственные СМИ имеют полный пакет соцподдержки и имеют там какие-то в день печати, особенно какие-то там золотые микрофоны, какие-то там эти, перо, так далее, там, в общем, награждение и все такое. Что имеют частные СМИ? Они имеют журналистский драйв, они имеют большую посещаемость, большие тиражи, да, например. И вот эти вот как-то друг друга компенсировали и, может быть, обе стороны платили друг другу какой-то определенной долей презрения и все такое. А потом вы говорите, а в один прекрасный день бац, а вот мы государством финансируемся, да, и вот это ваших тиражей, завоеванных годами независимой прессы, да, вот это вот не будет. Мы вот закидаем рынок своими бесплатными газетами 100 тысяч, да, а вы кто такие, а вы нет. Ну, то есть вы как бы рушите весь этот рынок. Хорошо, в интернете, например, это не так остро, например. А вот посмотрите, как наши коллеги, которые из печатных СМИ болезненно воспринимают, в принципе, вот так же происходит. Потому что вы, когда начинали, вы не говорили, что это часть рекордов, вы говорили, что вы станете конкурентоспособными. Вы не смогли этого достичь и теперь вы делаете такую мину хорошую, да, и говорите, что вы будете бесплатными, что это для народа надо. А вы спросите, монетизацию сделайте и пусть народ сам покупает тогда в лесу. В прошлую пятницу выпустили две наши газеты на русском и на якутском языках. Это спецвыпуски, посвященные Дальневосточному Гектару. 50 тысяч, 57 тысяч. Два тиража, общий тираж 108 тысяч у этих изданий. Это небольшие газеты на 8 страницах. Мы сделали совместное с Министерством имущественных отношений. То есть содержание посвящено полностью одной из самых громких проблем года. Это проблема получения Дальневосточного Гектара. С 1 октября, как мы знаем, каждый якутянин может обратиться и в основном законном порядке оформить заявку. А там написано, что у нас республика оказалась не готова к выдаче Гектара. Вот хотя бы издания живые, они могут отследить, интересны они людям или нет, когда их покупают, меньше или больше. А как вы будете это отследить? Вы раздали бесплатно, а дальше как? Да, вы теряете такой очень важный декабрь, как голос рублем. Голос рублем вы теперь решились. С этого понедельника у вас есть маркетинговая служба, которая будет все свежей. Мы ввели несколько каналов, у нас будет адресная доставка. Мы получили за трое суток около трех тысяч заявок на наше издание. То есть там будет подпись, если вам не понадобится газета, ударьте почталью на это. Нет, люди хотят. Почталью на это тут почему? Люди на халяву это что угодно хотят. Почему мы считаем, что несколько журналистов частной СМИ должны тут монополизировать общественное мнение? Читатель голосует за нас. Он увидел этот канал доставки информации, и он получит эту газету. Одно дело подписка, другое дело, что популярна ли ваша статья, допустим, данная статья, популярна она или нет? Как вы это узнаете? Подписка произошла, допустим, год назад, а сегодня как ты узнаешь, что хорошая статья вышла? То есть обратный канал и связи у нас достаточно. У нас есть наш сайт Яси, который ежедневно получает около сотни писем. Я думаю, количество этих сигналов будет увеличиваться. Будут сайты газеты. А как сигналы будут увеличиваться? Можно я еще и добавлю по поводу эффективности СМИ? Увеличение охвата это и есть повышение эффективности. Если мы говорим, что наши государственные СМИ, какой там был раньше тираж? 5 тысяч экземпляров? Ну не 5, но 10-12 тысяч. Это же очень маленький охват. Постоянно приходит. И что? Тиражом миллион. Или когда мы говорим, что Левин открыл газету «Вторник» и во всем почтовым ящикам Якутск ее засунул, он этим что, хотел погубить там независимые СМИ, что ли? Вы ругались, когда он открывал газету «Вторник»? Ну то есть, когда... Нет, газета «Вторник» — это рекламная газета. Нет, подождите, есть такой стереотип, что... Подождите, подождите, есть такой стереотип, что журналисты в государственных СМИ плохо пишут. Есть такой стереотип о том, что их мало читают, они пишут, неинтересно. Ну давайте мы сравним счетчики «Ясия» и «Якутинфо» и офигеем отразницы «Посещаемые». Это не они плохо работают. Нет, вы говорите, что... «Вторник» — не рекламная, она не чистая водореклама. Нет, подождите, посещаемость «Ясия» говорит о том, что журналисты, которые пишут «Ясия», они дают конкурентоспособный контент. А при чем «Ясия»? Мы говорим о газете. А это один холдинг. Коллеги, то, что информация будет продолжать уходить в интернет, и аудитория будет туда уходить, это совершенно точно, это совершенно очевидно. Но для той части аудитории, вот мы говорим, что около 400 населенных пунктов республики еще интернета не имеют, мы в первую очередь для социально незащенных слоев населения обеспечим бесплатную доставку за счет средств государства. А давайте скажем открыто, а почему, в чем причина, что государственные СМИ неконкурентоспособны оказались? А почему не оказались? Газета «Здоровье», Газета «Вторник», все они приходят в наш подъезд без нашего разрешения. В принципе, да. Чего? А вот этот... Мы не согласны, закидывали подъезд. ...восереда будут приходить именно в ваш дом с вашего согласия и по вашей заявке. Поэтому я считаю, что это очень большая разница. Действительно, подождем год. Во-первых, и во-вторых, я считаю, что беспокойность в кавычке наших семей, я считаю, что она искусственная. Потому что давайте подождем этот январь, первые выходы. Я, может быть, вам сейчас открою секрет большой, да, но наши вторничные выпуски газет «Якутия» и «Сахасире» с 2014 года уже распространяются по этой модели. То есть, вы видите, в городе Якутске у нас есть около ста брендированных стоек. Наши газеты там лежат. То есть, революции нет. Там тиражи небольшие, революции нет здесь никакой. То есть, тиражи 10-12 тысяч. Город их съедает моментально. То есть, в течение нескольких часов, во вторник, наших газет уже практически нет. Она редко-редко где остается. То есть, люди к этому привыкли. Сначала люди проходили мимо этих стоек. Мол, что-то такое, никто там по руке не ударит, что я возьму бесплатно газету. И у нас спрашивали, это какие-то новые газеты. Настолько было непривычно еще в 2014 году видеть обновленные государственные печатные СМИ. Сейчас люди к этому привыкли. Поэтому у нас уже сейчас до 70% наших тиражей распространяются бесплатно. Мы за счет сокращения количества выходов и за счет сокращения количества объемов, за счет более концентрированной и качественной информации, оптимизируем количество выходов и уходим на качественно другие тиражи. Мне нужно было чем-то пол застелить. Я вот эти газеты как раз-то и взял со стойки, пачку целую, вот использовал. Ну, это вы, может, о неравной конкуренции между, скажем так, частными СМИ и государственными СМИ. Принцип финансирования, он один и тот же. Взять газету КМД. Это же не чисто учредитель. Боитесь за свои тиражи платные, ну, значит, вы лучше поработаете над своим контентом. А давайте с другой стороны посмотрим. Вот года два назад, мне кажется, было, что где-то откуда-то с федеральной площадки прозвучало мнение, что губернаторы не должны иметь своих собственных СМИ. Вот какие-то такие атаки постоянно же происходят. И не будет ли выглядеть с федеральной точки зрения, что это затрата... Да, какие-то вот... Это не пиар нашего Илдерхана, это доставка информации... Нет, 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 я так не считаю. Я так не считаю. Они превратятся в агитки, в обыкновенные агитки. Да, а вот с федеральной площадки так выглядеть не будет. Мэр, вообще, президент России, попал Илдерхан, три года подряд выборы будут. И под эти выборы как раз-таки очень удобно ложится 70-тысячный тираж газеты Якутии. Бесплатно, кому надо, всем доставим. 70 тысяч. Консультации с антимонопольщиками происходят деньги с бюджетом. А теперь бюджетом, давайте, ты мне дай, что возьмешь. А зачем, при чем тут трусок бюджетом? Бюджетом, 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 бюджетом. С 2015 года... Выборный день, если это за государственный бюджетный счет. Обе наши газеты, Якутия и Сахасиры, вошли в список Роскомнадзора, в список социально значимых СМИ Российской Федерации. Списки, где от каждого региона есть, от кого несколько изданий, от кого немножко больше. Роскомнадзор. Роскомнадзор нас определил в список социально значимых изданий. Роскомнадзор. Если вы внимательно читаете государственные газеты, то вы не можете отрицать, что у нас там очень много информации о культуре, о спорте, о здравоохранении, о воспитании, о патриотизме. Гораздо больше... Все-таки 70% информации, чем ее в частных СМИ. Иван Иванович приехал в какой-то УЗК и пожелал... Ничего подобного. Съездило совещание. 70% информации. Это новостной ряд. Сайт Яси, который этот новостной ряд дает, да, давно перестал быть сайтом для сайтов, давно перестал быть поставщиком информации для других СМИ, для интернет-ресурсов. Это теперь уже ресурс, который... А можно посмотреть газету Якутия с гектаром? Да, посмотрите газету Якутия. Давайте я посмотрю. Можно я пока тоже... Так, давайте мы посмотрим. Замечательный проект про гектар, да? Кто тут у нас? Кто тут у нас? Ну, так это главный человек. Главный человек. А главный человек... Его мнение... Да, да. А вы посмотрите, здесь у нас... Вот смотрите, а здесь человек, который работает на земле, который просто производит 100 тонн картофеля в год. Вот сюда посмотрите. А здесь написано о том, что программа Дальневосточный гектар близка к провалу, потому что не хватает интернетизации. Об этом написано. Провалы и интернетизации... Давайте посмотрим. О, теперь недостаточная инститизация оказывается виновным чуть ли не в провале, в масштабном провале Дальневосточного гектара. Ну, ты что, кому Атура сказала? Конституционное право, а просто есть недоверие, понимаешь, Алексей? Согласись, что я прав. Он и должен иметь право подать заявку на Дальневосточный гектар. А если у него нет интернета, значит, он не может вовремя одновременно со всеми подать эту заявку. Правильно? Интернет это пока не панацея. Еще раз говорю. Не надо обвинять государственные СМИ в том, что они мешают кое-кому врать. О том, что якобы там что-то провалилось. Ага. А значит, Господи можно финансировать, чтобы они врали о другом, да? О других. О том, что Дальневосточный гектар выводил, не можно давать деньги, а они будут курать за госденьги. А эти же ухо никакие. Это ошибка, понимать, что СМИ выводишь здесь, каждый подошел, и никто не позволит. Правда, правда будет. Нет, Дальневосточный гектар только начался. Только начался. Там его даже промежуточные предварительные итоги. Хорошо, мы поняли, что там обычное зрение. Коллеги, мы же сами об этом пишем, что интернет заходит. Он заходит, продолжает шествие, ну, может быть, не очень там широкими шагами, но он идет по республике. Нет, ну, подожди, друзья, вот каждое утро нам на WhatsApp приходит миллион сообщений. Это-то убили, это умер, это угулили, вместо датчиковой назначили там этого. И мы не знаем, кому верить. Дайте мне хоть один СМИ, где я открою и буду значить. Где этот самый правдивый источник информации? Мы сразу после рекламной паузы. Надеюсь, услышим. Реклама прямо сейчас. Прерываемся. Ну, где, скажи. Ты всегда прав. Ты всегда прав. Нет. И мы на пике обсуждения остановили, скажем так, уже становящееся бурным обсуждение вопроса о бесплатизации государственных СМИ. Ясно, что государство, заходя на рынок бесплатной доступной информации, наступает кому-то на мозоль. Кому выгодно поднимать сейчас шум по поводу того, что идет несчастная игра и так далее. Это мы тоже все понимаем на самом деле. Мы здесь не вчера родились. Еще раз говорю. Хочу привести пример газеты Кым. Откуда финансируется газета Кым? Давай не будем создавать какие-то тайны полишинели и так далее. Контракты с учредителем плюс государственные контракты, которые он получает абсолютно так же, как вот эти Сахамеди. Согласен? Я согласен в том, что если кому-то будут платить из них 200 миллионов на доставку почты куда угодно, любое издание будет таким же бесплатным. Я представляю в медиагруппу Сетим, газета Кым издается не на государственные деньги. Конкурсы, она выигрывает на конкурсной основе. Правильно, конкурсы, вот они, вот источник гранты и субсидии, которые идут из бюджета. Согласен? Да, да, да. Участвовать в них может любой. Согласен? Эту практику надо расширять, делать их более прозрачными. Игорь, согласен? Вы участвуете как независимый... Дима, если встать на сторону читателя, то я всегда сравниваю газету с продуктом, например, с колбасой, да? Если она будет низкого качества... Хорошо, что не с туалетной бумагой. До этого Якутия и Саха Серё проигрывали конкурентную борьбу. К Кыму? И Кыму, и русским общественно-политическим изданиям, Якутскому вечернему, и какие у нас ещё есть? Тоже наше время. То есть она была более низкого качества для читателя? Не факт, насчёт качества нет. Это абсолютно разные редакционные модели. Вы почитайте Кым, почитайте Якутскому вечернему... Но при чём тут модели? И сравните... Там на вывеске написано. Сравните Якутия и Саха Серё. Речь о тиражах, да? Тиражи. А в Кыме что написано? Нет, а теперь через год они хотят 70 тысяч, это действительно... Игорь, в Кыме что написано? На моей памяти в 2001 году были выборы президента, и были тиражи такие же примерно, 50 тысяч, 70 тысяч. Выборы были... Предвыборные... В втором году были. Предвыборные арестовки, да? Коллеги, в век, когда информация, в принципе, 90% информации люди получают бесплатно, государство с ней просто... Отличный пример, отлично примерно привёл. Нет аргументов, чтобы заставлять людей платить информацию. Газета здоровья лежит, да. Нет, почему? А я думаю, что... Я даже заголовку не могу прочитать. Я прям не против достанавливаться. А я думаю, что покупали бы газету и Якутия, и Сахасирия, да, например. Если бы учредитель не связывал журналистов по рукам и по ногам. Вот сегодня прозвучало, что есть такое расхожее мнение, что журналисты ГОССМИ плохо работают, плохо пишут, поэтому их не покупают. Я в корне с этим не согласна. Он цензурит? Это излишняя администрация страны учредителя. Я представляю, могу себе представить. Всё правильно. И знаю от своих коллег, да, что стоит наехать на кого. Даже не наехать, а чуть-чуть остро написать. Будут звонки главному редактору, будут генеральному директору, там, зам предправительства позвонить, министр, да. И таким образом журналисты не могут самовыразиться. А если человеку годами не дают писать нормально, о чём он хочет, да, у него эти мышцы просто атрофируются, которые позволяют летать, например. Со временем создания Сахамедия ситуация с административным воздействием на ГОССМИ на сильные изменения. И поэтому они привлекают менеджеров, которые из независимых СМИ привлекают вот Кирилла, Березовского, Манзика, ещё кого-то, да. И помещают их в такие условия, в которых независимые журналисты не могут работать. А потом говорят, где ваши тиражи? А потом говорят, мы вам бесплатно сделаем эти тиражи. За эти 4 года работы с Академией, взаимоотношения наши с властями, с учредителями очень сильно изменились. То есть такого, скажем, администрирования нас, какое было раньше, их уже сейчас нет, мы гораздо более свободны с высказываниями. Но что точно не изменилось, да, государственные СМИ гораздо более ответственны в подходе к получению информации, к источникам информации, к проверке информации. Вот это совершенно точно, да. То есть у нас ответственность и перед нашим учредителем, и перед нашими читателями. Вот в чём мы, в чём наше отличие. Сейчас мы говорим в основном со стороны наших читателей, да, потребителей. Давайте вот сейчас маленько поговорим со стороны журналистов. Мы журналисты вот пишем и хотим, чтобы наши тексты, наши фотки смотрели тем больше, тем лучше людей. Сейчас мы, сейчас вот нас читают где-то 8-10 тысяч человек, а будут читать вот 50 тысяч, 70 тысяч. Это для журналистов... Ну, ваша заинтересовалась понять. Вот это как ответ, София, потому что чем вот больше человек... Вот, мотивация. Ну, понятно, ну, если у вас такие плохие, никто не покупает... Будут, будут, тексты у нас будут качественные. Давайте в другом разрезе посмотрим, да. Всё как всегда же в частности, в таком, в мелочах. Допустим, у вас есть финансирование какое-то, государственное финансирование. Я думаю, что у журналистов... Оно идёт, да. И вам говорят, повышаем в 10 раз вам тираж. Бюджет у вас на сколько увеличится? В 10 раз? Нет. У нас бюджет... Я же ещё раз говорю, коллеги, мы сейчас выходим... Бюджет, если не меняется. Наши печатные СМИ, бюджет не меняется у нас. Если бюджет не меняется, в каком качестве может быть? Бюджеты сейчас выходят 3 раза в неделю, будут выходить 1 раз в неделю. А мы-то и не боимся, мы как раз не боимся. Это неэффективное расходование государственных геей нет. Нет, в рамках... Нет, это нечестно. А кто определённый честный? Андрей, ты прав. Бюджет тот же. Тот же самый бюджет, просто они на те же... Просто ещё и... Просто... О чём тогда речь-то? За другой конец стола получается, да? Да. Сталп это та же. Вот смотрите, дальше идём. Нет, нет, нет. Если бы вот это же государственное бюджетирование, эти же деньги, да, положили бы на бесплатные детские газеты, сахоязычные... Почему нет их, кстати, бесплатных детских? Это было бы намного полезнее. Они никогда и не были. Этого же нет. Этого нет. Мы же не об этом говорим. У нас есть детское юношеское издательство Кескиль, которое выпускает детские газеты, и социальные СМИ, и литературно-художественные СМИ, которые финансируют государство. На информацию. На получение информации. Если Саха Медиа сделает приложение своё, мобильное, и туда будет бесплатно вызывать новости. Свой контент? Контент свой. Это будет одно и то же, но без почтовых этих, без увеличения тиража, без ничего вообще. Если люди не понравится это, да, никто не будет это приложение скачивать. Это газета бесплатно, хочешь, не хочешь. Вот тебе ящик. Я имею в виду, если бы люди заботились о ней, то же самое будет. Будут рассовывать по ящикам или одно и то же. Нет, это подписка у них идёт. Андрей, неэффективное использование государственных средств, это когда 20 человек журналистов выпускает газету тиражом 12 тысяч экземпляров. У меня в Инстаграме людей, подписчиков больше, чем 12 тысяч. Тогда поэтому подготовить деньги, я думаю, что это будет эффективно. Такое вот электронное издание, оно намного эффективнее. У них тоже охват очень низкий. Спросим Кирилла, Кирилл готов ли к конвергенции полной холдинга? Скажем так, она у нас уже происходит. На самом деле мы сейчас объединяем две русскоязычные редакции, редакцию сайта Яси и редакцию газеты Якутия в объединённую русскоязычную редакцию, журналисты которой и менеджеры будут работать и на сайт, и в газету. То же самое по аналогии у нас произойдёт и в сайта Язычной редакции. Может, ребята этого боятся? Я не знаю, чего боятся ребята. Мы не согласны с тем, что деньги дают просто заранее. Они отражают, другого. У нас это вообще не касается. Что касается, смотрите, аудитории. Наших коллег из печатных СМИ мы пытаемся отразить. Количество уникальных посетителей государственного ресурса Ясиа.ру достигает примерно 60 тысяч в неделю. Это уже кратно выше, чем самые крупные тиражи наших газет. Там Кым и Якутия Вечерина. То есть информация уходит в интернет. Она продолжает туда уходить, и мы должны быть готовы. Мы свои ресурсы разворачиваем таким образом, чтобы быть в интернете и быть там, когда он окончательно победит в республике. А он скоро победит. Пока же он не победил, мы делаем проникновение через большие тиражи средств массовой информации. Вот и все. Что прописано в уставе Сахамедия? Доставляем информацию. Извлечение прибыли. Мы ее извлекаем, прибыль. Мы этим занимаемся. Так а вот объем газет насколько уменьшится? У меня есть совет директоров, есть собрание акционеров, есть министерственная куча. Тогда чем вы отличаетесь от других изданий коммерческих? Куча проверяющих и контролирующих. А почему об этом Шаги сообщил Илдархан? А не вы сами, или курирующий зампред, или министр? Давайте по конкурсу честно всех. Почему вы сами не могли это рассказать, например? Я так думаю, что эта идея вообще зарождена в недрах Сахамедии. Вот стоит один из идеологов, да, скажем так. Человек просто приходит, человек-менеджер приходит и говорит, а нам будет лучше бесплатно. Согласен, Софь, Владимир? Я свою позицию обосновываю, мы ее и через свои площадки доводим. Мы дискутируем, мы показываем. Почему принял Балкарин такое решение? Вы говорите о том, что мы оставимся при прошлом бюджете. Но вы покажите это, докажите это. Решение было принято хорошо. Вот смотрите, тиражи печатных средств массовой информации и вот Якутского вечернего и Крым за последние 3-4 года снизились практически в два раза. У Якутского вечернего в 19-м году был тираж 59, сейчас они пишут тираж 34. То есть тиражи печатных СМИ неумолимо скукоживаются, и нам 2-3 года еще, да, и мы можем будем говорить о том, что аудитория, даже самых ведущих печатных СМИ, я не говорю про СМИ второго как бы уровня, да, они вообще сейчас, они вообще уйдут, да, за ненадобностью. Да, мы в десятую очередь думаем о выборах. Мы в первую очередь думаем о своих читателях. Мне кажется, вот ребята больше всего беспокоятся выборах. Причем тут вообще выборы. Они боятся за этих олигархов, которые рвутся в классе. Выборы закончились уже. Что им придется тратиться на больше тираж этих листовок, которые они выборов тоже будут печатать и по всей республике раскидывать прекрасно. Просто они больше денег, может быть, потрачат. Ну пусть тратят. Ребят, ну, я сам не представитель никаких олигархов, но я боюсь все-таки, да. Еще одного я одним своим страхом словами поделюсь, тем, что журналисты, которые сейчас, в этом холдинге работают, они же сейчас за тиражи борются. Они стараются острые какие-то статьи писать, материалы делать, какую-то там, не знаю, желтуху какую-то там добавляют. Когда, допустим, да, и, а сейчас, когда не будет, когда вот этого не будет, да, вот этого стимула, не снизится ли качество журналистской работы? Ну, это от человека зависит. Да, это зависит от рейтинга. Если есть рейтинги, то, соответственно, по ним можно достаточно быстро судить от результатов массовой информации. Они составляются, в том числе, и информационным центром при главе по телевидению и прочее дело, если 10 назад читал некоторый материал. То есть, с точки зрения науки, что? Друзья, у нас все-таки... Хорошо, мы останавливаем нашу дискуссию и продолжим, я думаю, все-таки и на интернет-площадках о бесплатизации государственных СМИ. Правильное ли это решение или спорное? Какие последствия будут и по кому ударит это дело? И всю эту информацию давайте обсуждать, развивать и так далее. Это была программа «Один из нас», и мы сегодня рассматривали аспект о бесплатных государственных СМИ. Увидимся ровно через неделю. Спасибо.